Второй этап Кубка страны собрал в Упоровском районе команды из семи областей России. Неудивительно, что был установлен рекорд соревнований по количеству участников. 80 спортсменов против прошлогодних 30. И это не говоря о 154-ногих спортсменах. Соревнования в четырех дисциплинах. Лыжеспринт, а также нартоспринт с упряжками в 2, 4 и 6 собак. Трасса классная, несложная. Просто я сама чуть-чуть неправильно зашла в поворот. Балаварь у вас. Да, переворот через нарто. Мне очень нравится трасса, очень нравится. Она очень динамическая. Есть и прямые участки, есть и горочки, в которых надо бежать. И спуски очень такие длинные, затяжные и крутые. Интересные трассы. Подготовить трассу помогал уроженец Упорова Александр Кунт, для чего специально приехал из Тюмени. Собака не всегда может затянуть вверх спортсмена. Ему приходится бежать, оставив нарту следом. И очень много крутых спусков, где очень большая скорость. И в конце, как обычно, у нас поворот. И на большой скорости в повороте можно неудачно зайти. Путь в Упорова для Ивана Попкова оказался еще длиннее. Мастер спорта по ездовым дисциплинам прибыл из Челябинска. Гоняет на собачьих увряжках уже 7 лет. Нам посоветовали один раз, уже год примерно собаки был. Говорит, попробуйте. Вот ездовым спортом вроде собака ездовая. Пришли раз, посмотрели на тренировку. Второй раз пришли, ну и затянуло. Здесь важно найти симбиоз между спортсменом-человеком и собакой. То есть, если будет взаимопонимание между тем и другим, будет хороший результат. Кубок России состоит из четырех этапов. Первый прошел 7 и 8 января в Петропавловске-Камчатском. А третий состоится в феврале в Екатеринбурге. По итогам турнира будет сформирована сборная России. И на сегодня у меня все. До свидания. Продолжение следует...